Празднование Дня предпринимателя в Мытищах началось с выставки-презентации в холле Дворца Молодежи, организованной торгово-промышленной палатой нашего округа. Здесь были представлены самые интересные, имеющие большой потенциал товары. Мытищинские специалисты делились опытом, а гости рассматривали подчас удивительную технику. Интересовался нюансами ее создания и продвижения на рынке и глава муниципалитета Виктор Азаров. Опять же, с точки зрения образовательного процесса, да? Мы думаем о том, что сейчас к нам обратился Министерство образования Астраханской области. Мы сейчас создаем программное обеспечение и соединяем еще аквариум для вращения пресноводных рыб. У нас есть наработки для того, чтобы это вывести на уровень промышленной для парников. Еще одним высокопоставленным гостем мероприятия стала Надежда Корисалова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области. Она по достоинству оценила условия, созданные в нашем округе для предпринимателей, а также напомнила о мерах поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Те компании, которые приобретать будут в этом году оборудование, которые будут создавать бизнес, который нам с вами необходим, социально ориентированные компании могут также претендовать на поддержку со стороны правительства Московской области, субсидируя свои затраты. Конкурс мы в этом году будем объявлять ориентировочно в августе месяце, для того, чтобы мы могли подготовить все материалы для участия в конкурсных процедурах. Ну и кроме этого, мы будем продолжать строительство каворкинг-центров. И вы знаете, что мы, Тищих, мы создали в прошлом году каворкинг-центр, а итого в прошлом году мы создали 15 штук. В этом году мы будем создавать еще 10 каворкинг-центров. Основной частью праздника стало награждение лучших. Грамоты и благодарственные письма из рук главы округа получили самые успешные предприниматели, чья деятельность вносит значительный вклад в экономику муниципалитета. У нас сегодня малых предпринимателей более 11 тысяч зарегистрированы на территории городского округа Мытища. Это почти около 160 миллионов. Это поступление в бюджет городского округа Мытища. 25% от оборота. От всего оборота. Я считаю, что это очень хороший показатель. Конечно, его показатель надо увеличивать для более стабильной ситуации с точки зрения экономики. Но у нас динамика положительная. Мы с каждым годом увеличатся и количество предприятий, и главное, увеличится еще и в этих предприятиях доход. Всего же в Московской области более 300 тысяч малых и средних предприятий. В консолидированный бюджет региона они ежегодно приносят порядка 25 миллиардов рублей. Именно поэтому преференции для этого сегмента бизнеса постоянно увеличиваются. И на этот раз были подписаны соглашения между администрацией округа, торгово-промышленной палатой и общественными организациями о создании благоприятных условий для работы предпринимателей в нашем муниципалитете. Анна Рощенкова, Юлия Федриненко, Константин Химичев. Информационная программа «День».